У вас будет ребенок. Фраза, которая не раз обрадовала, удивила, а иногда и испугала будущих мамочек. Фраза, которую жаждут услышать миллионы женщин во всем мире, даже несмотря на некоторые опасения. Послан специалистов в нашей стране число представителей прекрасного пола, готовых стать мамами, с каждым годом растет. И во многом это заслуга социальной политики, проводимой государством. Как итог, естественный прирост населения и улучшение демографической ситуации. Кстати, мамочки Брещины продолжают держать марку в этом деликатном вопросе, что позволяет региону и сегодня быть лидером порождаемости среди других областей страны. По Брестскому роддому у нас увеличилось количество родов, по-моему, на 120 или на 130. То по области эта цифра составляет более чем на 250 родов, даже 300 родов. Мы уже видим по динамике 9 месяцев, что опять мы идем, прибавляем в родах. И у нас в прошлом году родилось 18 200 детей. И это оказалось на 250 больше, чем в 2012 году. То есть это дало нам положительный момент. Физическая и психологическая зрелость будущих родителей – один из толпов, на которых держится здоровье будущего малыша и семьи. К сожалению, нередко радостную новость огорчает наличие инфекционных заболеваний будущей мамы, о которых она не подозревала до интересного положения. Как правило, эти недуги входят в список так называемых эстрогенитальных патологий. Венчают этот перечень инфекции мочевыделительной системы. По словам специалистов, порядка 70% беременных Брестской области имеют экстрогенитальную патологию, и только 30% абсолютно здоровы. Поэтому, чтобы счастливый период в интересном положении не прошел в больницах и на приемах у врачей, к нему следует тщательно готовиться. Мама, конечно, в первую очередь посоветовать здоровье, вести здоровый образ жизни, любить своих будущих деток, настраиваться всегда на позитивный и на благополучный исход. Все очень зависит от того, насколько женщина настроена на исход своей беременности. Однако, даже если беременность протекала с осложнениями и малыш родился слабеньким, волноваться молодой маме не стоит, поскольку современная медицина помогает восстановиться роженицы и окрепнуть малышу. На сегодняшний день процент выхаживания деток с массой до килограмма, с экстремально низкой массой тела у нас составляет 75%. В принципе, это довольно высокий показатель. Это такой же показатель у нас в целом идет по республике. Прогноз для таких детей на сегодняшний день стал гораздо благоприятнее. Они меньше стали выходить на инвалидность. Благодаря хорошим реабилитационным возможностям начинается реабилитация с периода их нахождения еще в родильном доме продолжается как в детской больнице и дальше по жизни. Наверняка самое главное для каждой женщины воплотить свое предназначение – вырастить и воспитать здоровых и счастливых детей. Сегодня в стране и области для этого созданы все условия. Модернизируются перинатальные центры, совершенствуют свои знания специалисты, разрабатываются государственные программы по защите материнства и детства. Словом, делается все. Чтобы услышивать своего малыша первые слова в каждой судьбе, мама приняла его с искренней благодарностью и любовью.